Здравствуйте, дорогие друзья! Это Болгария, это начало апреля. Для жителей многих российских регионов эта картинка покажется совершенно каким-то чудом. Ну а для Болгарии это вполне нормальная реальность. И поскольку все уже у нас истосковались по теплу, по солнцу, по лету, и всем хочется уже, чтобы скорее наступил отпуск, люди планируют отпуск, думают, куда поехать. Вот мне сейчас, поскольку я живу в Болгарии, это прекрасное время, весна, лето, и вот часто здесь задерживаюсь и на осень, если не путешествую куда-то. Здесь вполне хватает поводов для путешествий внутри самой Болгарии. Так вот, мне задали вопрос, а как снять квартиру, как арендовать квартиру в Болгарии, и какие вообще вот здесь есть тонкости, особенно после того, как увидели серию моих видео о различных квартирах, которые я снимала, путешествуя по Европе своим ходом. Вот, и сегодня я вам расскажу о том, какими шоковыми особенностями для наших людей, привыкших несколько в другим условиям, обладают квартиры в Болгарске. Первое и, пожалуй, главное. Это видео меня просили снять люди, которые привыкли отдыхать, самостоятельно планируя свой отпуск, независимо от шаблонных туристических туров, путёвок этих и так далее, которые хотят и познакомиться со страной, с местной жизнью, с культурой, и в то же время прекрасно отдохнуть. И вот, конечно, один из основных вопросов, где жить, как снять жильё. И по этому поводу я бы сказала следующее. Я вам советую снимать жильё на международных сайтах, которые имеют уже многолетний опыт работы вот с такими туристами, которые имеют определённые выработанные правила, защищающие и тех, кто квартиры сдаёт, и тех, кто квартиры арендует. Значит, эти сайты прежде всего «Альбенби» и «Букинг». Ссылки я поставлю в описании к видео. На этих сайтах уже в течение нескольких лет я и сама снимаю жильё, когда путешествую, и выступаю в качестве ательера, поскольку у нас есть апартамент в Варне, предназначенный для спокойного семейного отдыха, а также гостевой дом в Суздале, в который приезжает огромное количество туристов из различных стран мира. И я убедилась, что это действительно очень надёжный и хороший вариант для аренды и сдачи жилья. В видео, рассказывающие о нашем апартаменте и о тех услугах, которые мы предоставляем бонусом для тех, кто арендует наш апартамент, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале в специальном плейлисте. Естественно, что на этих сайтах выступают как люди, предлагающие апартаменты к сдаче, и болгары прежде всего, и русскоязычные, русские люди. И вот здесь нужно чётко понимать, что существует очень большая разница между нашими и болгарскими представлениями об уюте и комфорте в доме. И сейчас я вас хочу пригласить в одну болгарскую квартиру, предназначенную для сдачи, для отдыхающих, чтобы показать вам характерные особенности, отличающие квартиру, которой владеют болгары, от того, к чему мы с вами привыкли. И что очень часто нас приводит в состояние шока. Но хочу вас предупредить. Я повторяю, это квартира, которую сдают болгары. Квартиры, которые имеют русские, русскоговорящие, как здесь говорят люди, и сдают в аренду, они соответствуют вполне нашим представлениям об уюте и комфорте внутри дома. И, пожалуй, самое главное отличие я вам покажу в первую очередь домом. Итак, следуйте за мной. Итак, мы заходим в баню, то есть в ванную комнату. Внимание, слабонервных прошу удалиться. Перед нами душ. И там, наверху, расположен крепитель, где можно закрепить, вот если вам это нужно, да, шланг, и будет у вас душ сверху. Значит, смотрите. Особенность болгарских бань. Как правило, в подавляющем большинстве домов вы видите, что на полу нет даже поддона. Не то, что там какая-то душевая кабина отсутствует, я не знаю, там занавесочка. Элементарно нет даже поддона. Значит, соответственно, получается, что во время приема душа вода свободно растекается по всему полу и уходит вот в это отверстие, стекает постепенно. Значит, вы стоите в лужечке воды, при этом пол становится очень скользким, нужно быть очень аккуратным, ну, то есть нужно иметь определенные навыки. Дальше, соответственно, вот унитаз, он тоже весь в воде. Здесь после приема души моего, я уже не стала снимать сразу, чтобы ушел отсюда, естественно, пар. Вот видите, значит, остались, соответственно, все это мокрое, в общем. Вот. Ну, как вы видите, шампунь и прочие принадлежности во время мытья, они, в общем-то, стоят на полу, потому что нет никаких даже вот полочек на стенах, куда бы все это можно было поставить. Ну, зато у нас есть раковина, вот такая, очень приличная для болгарских квартир, где, значит, соответственно, располагаются приборы для умывания. Над раковиной зеркало, зеркало расположено на высоте, чуть выше моей макушки, я туда заглянуть не могу. Вот. Ну, это бойлер, поскольку, значит, нет центрального отопления и нет подачи центральной, с теплоцентральной горячей воды, значит, вот в Болгарии каждый обогревается самостоятельно и в том числе самостоятельно греет горячую воду. Ну, вот в данном случае бойлер большой, объем воды там нормальный, рассчитан на много человек. А рядом с ним висит некий обогреватель. Я, честно говоря, не очень в них разбираюсь, вот какой он. Я покажу поближе, может быть, кто-то поймет, увидит. Ну, в бане должно быть тепло, вот таким образом мы создаем теплоту, видимо, если его включить. Но я вот тогда не очень понимаю, как он сообразуется с брызгами, потому что ведь можно туда и набрызгать во время приема душа. Ну, вот вам особенности болгарской бани. Поэтому, значит, соответственно, те, кто снимает квартиру во время своего отдыха у болгар, соблазняясь дешевыми ценами, вот должны понимать, что их ожидает. И если вы готовы терпеть вот такие, ну, с нашей точки зрения, все-таки неудобства, да, поскольку мы привыкли несколько к иному, то вот можете смело по низким ценам, по более низким ценам снимать у болгар квартиры. Правда, я вас должна обрадовать, что иногда в некоторых квартирах существуют поддоны. Сейчас мы с вами находимся на кухне. И, опять-таки, это достаточно нормальная обстановка для квартир, которые сдаются в Болгарии в аренду. Значит, как правило, стиральные машины располагаются на кухне у всех. Дальше здесь имеется плита. Плита, вот тут очень такая интересная, она рассчитана и на газ, и электроплита, да, электроконфорки. Но газа нет, значит, соответственно, это только электроконфорки. Но здесь вот такой вариант, вы сами видите, какой, уже несколько из прошлого столетия. Вот то, что касается потолков, потому что, естественно, сразу, как только я пришла, я уже обратила внимание на потолке. Здесь представлен какой-то очень интересный вариант. Это, видимо, такая, какая-то отделка уникальная. Вот, значит, вот такие потолки. Кстати, посмотрите, какой переход, я не знаю, насколько вам видно, между стеной и потолком. Всё такое вот неровное, всё такое какое-то... Ну вот это тоже характерные особенности болгарских квартир. Так, ну сейчас давайте пройдём в комнату и увидим, какие особенности ещё есть в болгарских квартирах. Так, стены, как правило, это краска. Значит, здесь для того, чтобы было более дешёвый вариант, естественно, она белая. Отопления, я вот всё время об этом вам повторяю, нет. Эта квартира старая, поэтому здесь пол ещё деревянный. Это, в общем-то, я бы сказала, роскошь, потому что в современных квартирах, конечно, уже ламинат или вообще там непонятно что постелено. Вот. Значит, поскольку нет отопления центрального, то, соответственно, нужно думать. И отопление идёт либо за счёт кондиционера, который работает в режиме и на холод, и на тепло. Вот. Но, как правило, это достаточно вариант такой дорогой и не лучший. И вот здесь вот есть, вот я вам сейчас покажу, вот такой обогреватель, который передвигается, да, на колёсиках. Значит, вот он, не знаю, какой он там, опять-таки, те, кто разбирается, я вам покажу более подробно его. Но от него идёт, соответственно, тепло там, где он стоит. И вот таким образом всё это обогревают. Ну, надо сказать, что опять-таки, в квартирах русских людей мы всё-таки более привыкшие к теплу и меньше на этом экономим. Поэтому, значит, в холодные месяцы отопления здесь не так уж и много надо. Это месяцы три от силы. Вот. То здесь, в общем-то, уже у нас есть варианты более современные и более тёплые. Ну, вот я вам и рассказала об основных особенностях отличий болгарской квартиры. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Будут вопросы? Задавайте. Это будет следующей темой для моего следующего видео. Оставайтесь на нашем канале, продолжайте с нами путешествовать. В ближайшее время это будут поездки по Болгарии. А также приглашаю вас отдохнуть в этой прекрасной стране с замечательным климатом. Мы ждём вас в Болгарии!